ФАНО сообщила о скором ремонте исследовательского судна, застрявшего на Шри-Ланке. Газета РУ Новости Газета РУ Режим жизнеобеспечения судна Академик Николай Страхов восстановлен. Корабль готовится к ремонту, а в ближайшее время будет проведена частичная ротация экипажа. Об этом сообщает пресс-служба ФАНО со ссылкой на отчет спецкомиссии ФАНО России, которая была направлена на Шри-Ланку с целью урегулировать ситуацию, возникшую вокруг научно-исследовательского судна. Геологический институт РАН, который является владельцем НИС Академик Николай Страхов, погасил долги за обслуживание корабля в порту Коломбо по март 2015 года включительно. Общий объем выплат составил 66 тысяч долларов США. Восстановлен режим жизнеобеспечения судна. Его подключили к электричеству. На борт завезено продовольствие и питьевая вода. Подготовлены документы на ротацию нескольких членов экипажа, в том числе старшего моториста Семененко АВ, нуждающегося в медицинской помощи. Выполнен полный технический осмотр судна. С метасперечнем необходимых работ будет представлено в ближайшие дни, говорится в сообщении. Уточняется, что с руководством судоверфи достигнуто понимание по плану графику ремонтных работ. Ожидается, что корабль может быть поставлен в ремонт 15 мая 2015 года. Ранее сообщалось, что научно-исследовательское судно-академик Николай Страхов встало в порту Коломбо после поломки грибного вала. Из-за отсутствия средств ремонт до сих пор осуществить не удавалось, а задолженность за пребывание судна в порту с учетом штрафов составила около 200 тысяч долларов. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail.